Пять способов уклониться от любого удара. Казахстан это родина очень сильных, духом в первую очередь сильных людей. Это танцы, опять же танцы, ребят. Танцы, танцы, финал, танцы. И смотрите, вот то, что вы ушли от одного удара, и все, я красавчик. Нет, сейчас будет второй. Отсюда делать атаку, можно сбоку по башке. Можно, если я бью, он здесь вынырнул, здесь бьет, пожалуйста. Говорю, что самое главное в боксе, это не научиться бить удары, а главное защищаться научиться в первую очередь. Алик, привет. Здравствуй, Алексей. А ты что тут делаешь? Кушать ходил. А так вообще-то зал у меня здесь. У вас здесь зал? А ты не знал, да? Нет. Ну, какой ты актер. Ну, посмотри. У нас здесь зал, какой красивый. Блин, прикольно. Слушай, ребята там в комментах спрашивают, а что ты думаешь насчет Геннадия Головкина? Вот сразу у тебя спрошу, раз встретились. А что можно думать о Геннадии Головкина? Кроме того, что он просто красавчик. Ну, там много факторов. Нет одного секрета успеха. Много-много разных факторов. Любой успех человека, ты пойми, нету определенного, вот, он сделал это, и поэтому у него вот это так не бывает. Много разных факторов должно совпасть, включая удачу, ребят. Вот это очень важно. Многие вот этот пункт вообще убирают. Оказался в нужном месте, в нужное время. Это я сейчас не про Генну. А вообще, что успех человека во многом зависит от фортуны тоже. Касаемо Гены, слушай, много разных факторов. Здоровье, месторождение, какой-то, может быть, жизненный опыт, о котором мы не знаем. Дисциплина. Я на очень дисциплинированный боксер. Я лично с ним не знаком, но очень много у меня и боксеров было, насколько я знаю, это очень дисциплинированный спортсмен. А нет в этом какого-то промоутерского, знаешь, момента? Промоутерский момент везде есть, но просто, если мы говорим в случае Гены, ну это плюс, опять же, природа, генетика. Вот, пожалуйста, невероятно важный фактор. А там писали в комментах, что он в каком-то родился там плохом городе, блин, там, где уголь добывают, что-то такое. Он родился в Караганде. Ну там... Где-где? В Караганде. Я, если честно, не знаю, что там с углем. Знаю, что это Казахстан, да, и Казахстан это родина очень сильных, духом в первую очередь сильных людей. Был в Казахстане, я тренировал много казахов, я очень хорошо знаю этих людей. Духом очень сильные люди, физически очень сильные люди. Плюс, я говорю, вот этот их кумыс, конечно. Я один раз выпил на сборах, что-то где-то были там, что-то пацаны мне дали, я выпил, блин, сутки из номера не выходил. Мой организм к этому был не готов. А Канину ел? Козы? Козы, да, ел. Но это все одна статья расходов, как говорится. Все остальное это его характер. Это природная сила удара, что просто в боксе архиважно. Природная держалка. Гена, многие обращают внимание на то, что Гена бьет сильно, но мало кто обращает внимание, как он держит удары. Посмотрите, какие удары иногда он там пропускал, там, от Канелла. Удары, после которых просто голова должна отлететь. А он раз, улыбнулся и пошел дальше. Это, ребят, это не каждому дано. Ну и плюс трудоспособность. Пойдем, что я не могу стоять так, Лёва. Ты знаешь, мы вот буквально год на днях тренировались вместе с легендарным, не побоюсь этого слова, хоккеистом Ильей Ковальчуком. Мой очень хороший товарищ. И вот он рассказывал, он дружит с Геной много лет. И он рассказывал, он был у него в лагере, проходил вместе с ним, представляешь, кэмп. Весь лагерь проходил, прошел с Геной. Бегали, прыгали, ну все, что только не бокс. Делал все, что не бокс. И вот он рассказывал про дисциплину Гены, про тренировочную волю. И, конечно, Гена, ну это, слушайте, такие как Гены, конечно, это нечастое явление. Не просто в боксе, а вообще в жизни. Но это мы, если не говорить о его технических навыках, да, мы просто, я сейчас просто рассказываю, вот из чего состоит успех этого спортсмена. Слушай, еще такие вопросы были. Как уклониться от любого удара, можешь сказать? Как уклониться от любого удара? Да. Нужно уметь уклоняться. А как научиться уклоняться? Пять способов уклониться от любого удара. Пойдем, покажу. Друзья, тренеры, коллеги, ну что, отличная новость. Я, наконец-то, решил запустить услугу личных консультаций со мной для тренеров из любой спортивной индустрии. Как вы знаете, за все эти годы я накопил огромный тренерский и предпринимательский опыт для успешного построения личного бренда, команды, индивидуальных тренировок для любителей и профессионалов. Я уверен, что могу быть полезным практически любому тренеру, который хочет увеличить свой доход, начать работать с бизнесом и премиум сегментом клиентов, а также найти свою уникальность на рынке тренеров и выгодно отличаться этим от остальных. Сегодня это очень важно. По ссылке в описании можно ознакомиться более подробно с этой услугой. Ребят, я закончил свою тренерскую деятельность и в ближайшие годы буду передавать все полученные знания и весь свой богатый опыт вам. А вы, в свою очередь, это все в мир. До встречи на консультациях. Все ссылки здесь. Вообще, мы находимся в футбольном манеже «Динамо». Они, конечно, за рекламу не заплатили. На эту тему надо поговорить нам с руководством. От этого ангар и футбольный манеж, и вся эта структура меньше, менее круче не становится, скажем так. Здесь занимается огромное количество детей, играют в футбол, так что приводите спокойно своих детей. У них здесь большое поле, здесь также есть «Динамо» шоп. Вообще не понимаю, зачем я это делаю, если честно. Потому что мне только один человечек здесь только аренду повышает и повышает, понимаете? А я тут стою еще и бесплатно. Какой я добрый человек, представляете, за сколько доброты. Знаешь, что получается? Получается, что? Вы, получается, около футбола. Мы, получается, около футбола. Вообще, да. Мы около футбола. Да, это правда. Ну, заходите. У нас всегда тут, заходи. Живность всякая бегает здесь. Тварь божия. А это что за парень? Это наша главная живность в этом зале. Не, я про вот этого. Это Игорь. А это что? Голову отбили. Вот что значит, вот смотри. Это мерч наш новый, свежий. Пожалуйста, ссылка в описании. Прямо сейчас можете приобрести. Доставим в любую точку мира, хотел сказать. Но это неправда. Хотя бы по России, да. Это значит, Игорь. У него раньше была голова. Но он не пользовался защитой. Понимаешь? Он не знал пять навыков, чтобы уклониться от любого удара. Он не знал. А вы сейчас узнаете. И у вас будет голова. Останется ваша голова. А вот Игорь, видишь, остался без головы. Дальше идем. Здесь Вова сидит, видишь, вопросы решает. Посмотрите, как он общается с вами. Вот вы звоните и слушайте, как он с вами общается. Сейчас еще раз. Смотри. Сейчас полтора примерно у нас сидит тренировка. Тренировки можете посмотреть у нас в приложении. Либо я могу вам подобрать, если вы... Ты представляешь, какой уровень вообще? Можете посмотреть у нас в приложении. А если расскажете запрос, мы можем полностью подобрать тренера под любой из ваших уровней. У нас бокс, MMA, кикбоксинг. По боксу у нас более 30 тренеров, поэтому вам придется сложно. Сейчас самое лучшее время. Да, после тренировочки мокренькая. Где ты еще будешь такая мокрая, как после Калифорнии Мокси? Супер обаше место. Признание. Ходила в прошедший день и как в чужой зал. Как ты смогла это сделать? Я смогла. Нагулялась, вернулась. Просто посмотрела. Смотри, погуляла и вернулась. Видишь, какая она преданная, верная, силеная творечка. Поэтому мы тебя любим. Короче, это наш последний. Вот только сегодня пришел мешок, сделали. На самом деле такой. Самый у нас такой тот мешок, который менее всего мне нравился. Это единственный мешок, который мы взяли, купили. Потому что уже не... Я устал все это набивать, перебивать. Все это кастомное было внутри. А этот мы купили, как купили. Знаешь, но я просил фукси цвет. Вот это фукси. А мне принесли розовый. Я такой, слушай, ну это же не фукси, это розовый. А мне говорят, слушай, ну других сейчас пока нет цветов. Я говорю, я понял. Тогда можно его закрыть полностью именами моих любимых в мире боксеров. Давай почитаем, идем сюда. Мне вот полностью, значит... Шугар Рей Робинсон, мой любимый боксер. Лучший в мире, я его считаю, за всю историю в боксе. Генри Хэнк. Кстати, лучший, наверное, олдскулер по защите. Вот лучший олдскулер. Вот Джеймс Тони, Мэй Везер. Вот все филадельфийские стили, которые вы знаете, это вот все от него. Хотите понять, откуда вообще взялся филадельфийский стиль? Просто посмотрите боксера по имени Генри Хэнк. И вы увидите просто муа. Я люблю смотреть только старый бокс, современный бокс. Мне не очень интересен. Я вот вырос на этом всем. Сони Листон. Ну, с Мухаммедом Али. То, почему его знают. Но никто не знает, что он жути нагонял в свое время в тысячу раз больше, чем Али, Тайсон и все вместе взятые. Сони Листон невероятный боксер. Джо Кальзаги. Я его не стал бы вносить в этот список. Просто Карен, мой боксер, решил его пчу. Карен, а почему ты решил Кальзаги внести сюда? Это же твоя идея была, если его внести. Так? Да. Ну, просто, что он не побежден. Не побежден? Ну, аргумент, да. Рой Джонсон набускал. Здесь есть Роберто Дюран. Это, конечно же, куда вообще без него. Есть Арчи Мур. Просто человек, который человек 150, наверное, в нокаут отправил. Здесь есть Мэнни Пакьяу. Есть Боб Фостер. Это фантастика. Хотите узнать, что такое невероятный джеб? Боб Фостер. Бернард Хопкинс. Идеальная казнь. Майк Тайсон. Хулио Сезар Чавес. Ну, короче, Эзер Чарльз. Шугар и Леонард. Фрейзер. Подожди, вот здесь. Где? А это Карен Мерзаян. Я решил, да, это вот мое было такое желание. Захотел Каренчика. Ну, просто это невероятный человек. И как человек, и как спортсмен. Я таких людей больше никогда не встречал. Поэтому Карена я собственноручно и целенаправленно, со спокойным сердцем и душой вот сюда внес. Не как боксера, который там сравнивается с ними. Нет. А просто как личность, которая заслуживает огромного уважения. Давай о боксе об уклонов. Вот это первое, что вот, первая вещь в защите, которую я собственными руками сделал в этом зале. Я сделал ее сам. Когда этот зал у нас открылся, он у нас был первый. Я сделал этот защитный аппарат, чтобы он сильно не гонял, чтобы у вас была возможность двигаться рядом с ним. Это олдскул. Это олдскул. Задача быть рядом с ним и все время делать защитные движения до, после атаки. Должен защищаться до атаки, после атаки и все время быть, находиться рядом с ним. То есть, куда бы он ни пошел, ты к нему идешь, его провожаешь, с ним отходишь. И при этом у тебя все время работает голова. Ты все время должен менять углы и все время должен двигаться, дотрагиваться до него. Такие задания я там давал Карену и всем ребятам, чтобы обучить реально качественной, хорошей защите. Карен, ты как раз недавно делал, по-моему, да? Поверни кепку, сделай это упражнение. Как ты его делал? Подвигайся. Как ты это делаешь? Просто качаешь, дотрагиваешь. Около него. Если он медленный, то я сам темп задавал, за ним сам шел. Например, если я откидывал, я иду за ним, раз, и он идет за ним, раз. Специально схожу назад и начинается. Вот именно так и надо работать на этой истории. Очень долго. Когда Карен только пришел вообще. А мы уже месяц делали, помните? А, точно, ты же помогал мне, да. Это было его, одно из первых вообще упражнений, которые я ему давал, и он делал это чуть ли не часами у меня. Первое упражнение, вот это будет второе, ребят. Давай мы первое сделаем зеркалом. Ну, это база, Леха, оно может быть скучно, не скучно. Но первое упражнение, это там, где ты имеешь понимание о том, что ты делаешь на этих упражнениях. А чтобы иметь понимание, ты должен встать возле зеркала. И задача твоя нарисовать мысленно линию перед собой, начертить. Потому что правильный уклон, это не просто правильное телесное движение. Если ты сделаешь его лишним, то есть сделаешь его много, многие делают уклон вот на такой амплитуде, большие-большие амплитуды, это забирает у тебя время, это забирает у тебя силы. То есть, молодец, ты уклонился, но ты сделал это очень далеко. Надо мыслить в перспективе. После этого уклона тебе надо бить. Чем больше ты уйдешь сюда, тем дольше тебе возвращаться обратно, даже с ударом. То есть, нарисовал себе линию, и ты делаешь уклон, легкое скручивание, твоя задача, чтобы ты ухом коснулся до той линии, которую ты сам для себя определил. И вот тогда это качественный и быстрый уклон, потому что ты делаешь уклон, мыслить в перспективе. После этого уклона должен быть удар какой-то, какой-то удар. Если ты сделаешь его сюда, столько же тебе и возвращаться с этим ударом, это долго. Задача, оп-бам, сразу, оп-бам, сразу это делаю, резкость, скорость. Поэтому вот стоишь и мыслен раз, два, раз, два. Чувствуешь, получается, добавь скрутку. Для чего это скрутка? До свидания. Не просто ушел с линии атаки, ты скрутился для того, чтобы зарядиться для следующего удара. Скрутился, скрутился, скрутился. Раз, чувствуешь, получается, в динамике. Чик, чик, тат, тат, вперед. Назад, в сторону, влево, вправо. Это первое. А дальше уже пошли по упражнениям. Я люблю девочек, а девочек у меня сегодня много, поэтому я могу сказать, это прикольно, не важно. Не важно, это же девочка ко мне, ко мне. Одно упражнение для того, чтобы уметь круто делать уклоны. Круто уклоны делать, это вообще главное увидеть удар. И все, тогда уклон сам пойдет. Нет, упражнение. Просто боишься, руку правую, левую, все. Упражнение уклон, покажи, да. Ну как, все, четко, поворот, поворот, поворот. Это я уже показал. Это танцы, опять же танцы, ребят. А это значит, надо палочку сделать вот к стене. И чтобы она оттуда еще, знаешь, как нож, выкидуха. И вла, опа, опа, выкидуха такая. А еще никто не придумал, понимаешь? Вот, кроме меня никто не придумал. Так, так, видал? Так, а если выкидуха будет? Так, так. Глазу в рот не попал. Да, в глазу в рот не попал. Самое базовое. Вот то, что я сейчас показал перед зеркалом, это уже есть. Просто базовый уклон. Я бью, ему главное бить правильно. Если вы делаете это в паре, да. То есть не по плечам ему бить, как будто ты его в Англии посвящаешь в рыцаре. Да, а ровно в голову ты ему бьешь, а он уже убирает ее правильными уклонами. Да. Это вот базовый уровень, самый простой, примитивный. Потом пошли назад, если чувствуешь, что получается. Самое простое. Раз, скорость добавил. Да. Ты понимаешь? Опять же, и дядя Саша тоже правильно сказал, как бы смешно это все не звучало. Вот такую хрень пришпандориваешь к стене, либо к мешку, и на ней стоишь, отрабатываешь вход и удар в мешок. Вход и удар. Пожалуйста, вот и упражнение. Когда мы вместе стояли, вы объясняли вообще, как, в принципе, правильно делать уклон. То есть в голове сначала понять, как он делается, а потом уже самому вставать и, например, делать. Ну, вот ошибка же часто бывает, когда делать уклон, и вот тут. То есть это же неправильно. То есть Алик мне много объяснял, что нужно заходить именно туда, внутрь. А объясни мне теперь, почему неправильно. Что, чтобы не пропустить? Второй удар. Да, конечно. Но если я ухожу сюда, даже... Помните, вот я возле зеркала на работу, я говорил, на бокс, на все вещи бокса нужно смотреть в перспективе. И смотрите, вот то, что вы ушли от одного удара, и все, я красавчик. Нет, сейчас будет второй, вот он ушел от одного. Если он там находится, сейчас будет второй, куда он уйдет после этого уклона? Вот куда его деться, чтобы избежать моего правого удара? Скажите. Никто не скажет, никуда. Куда бы он ни пошел, я везде его найду. Нырок, то есть этот удар может везде его найти. А если он делает правильный уклон, вот такой, все, ты понимаешь? Куда мне бить, сейчас право, если он, смотри, где, куда мне, даже если я бью, он может вынырнуть, понимаешь, от правого удара. Вот тебе вот этот. А как потом после уклона, вот он уклонился, как контр-атаку делать? После уклона, через нырок, можно через нырок, можно сразу, если он правильно, допустим, уклонился. То есть вот ты уклонился вперед, да, как теперь прям отсюда делает атаку, можно сбоку, по башке, в голову, можно, если я бью, он здесь вынырнул, здесь бьет, пожалуйста. Ну, в общем, идея та же самая, все то же самое, единственное, что здесь уже будет выше скорость, и здесь главное соблюдать те же самые мои правила. Например, я не могу делать вот так, потому что я слишком далеко от снаряда нахожусь. То есть нужно максимально реалистично все это делать, поэтому если я делаю уклоны или ныроки, я должен прямо возле него. Вот, то есть он даже должен еще чиркать по голове. И получается, вот, мы можем делать вот это упражнение, уходить вниз, также можно стать боком, просто уходить под него, и соединять все это в моменте, прям начинать просто стоять ровно на ногах. Вот, и мы делаем раз, два. В паузе можно вставлять удары. То есть, если я сделал защитное действие, можно здесь сделать какую-нибудь тройку, опять уйти. А в чем разница между тем и этим? Ну, тут скорость намного выше. Вот, и здесь, например, не получится свободно ходить. Вот, а на той можно ее раскачивать, она же уходит далеко, и получается, я могу больше шагов даже добавить в стороны. А так они одинаковые. Здесь просто скорость другая, по сути, да? Ну, тут так, ну, мне тут сложнее ходить. Ну да, и здесь можно это все с ударами. То есть сделать какую-то защиту, и сразу взорвался ударами. Карен это очень классно делает. Слушай, а я вот видел, у вас палка с перчаткой на конце. Она что делает? Я имитация, самая прямая имитация того, что происходит в реальности. Удар. Просто удар. Он может, видишь, он не только может уклоняться, он может принимать сначала. То есть, почувствовать, принимать это на защиту, на руки. А потом и уклоняться, и там ничего угодно. Да, в ловке. Да, и вот ты можешь в динамике. Создали ему вот такой вот тренажер. Я прям стараюсь, я прям хочу по нему попасть. Да. Да. А зачем нужна эта палка, если можно это в парах делать? Чем она отличается? Ну, зачем мне пара, если он профессионал? Мои профессионалы в парах не работают никогда. Мы всегда все в реальности нарабатываем. А какое вот из всех этих упражнений ты считаешь самое лучшее? На защиту ты имеешь? На уклоны. Ой, на уклоны. Я думаю, что самое первое, аутскульное, то, с чего мы начинали. Я это упражнение видел у великого тренера Джо Кузана. Он очень многое дает этого упражнения. Огромное количество времени его боксеры уделяют именно этому упражнению. Оно очень действенное, очень базовое. Когда ты много-много его делаешь, оно реально откладывается у тебя где-то на подкорке. И ты это все можешь реализовать уже в процессе спарринга или в бою. Так, и последнее. Ну, смотри, сейчас я наношу тебе удар. Ты делаешь чуть-чуть шаг в сторону. На правую ногу чуть-чуть опору делаешь. Понял? Так же бью тебе справа, чуть-чуть на левую сторону делаешь опору. Поехал. Пам. О, на левую. Оп. И оп. А теперь пробуй двумя ногами. Раз. Чуть-чуть. Правый ушел. Оп. Левый ушел так же. То есть я тебе как бы шагом на тебя понял? Шагом. Ты меня проваливаешь? Нет. Бам. Вот. Да, у меня. Это очень важно, чтобы тренер мог спокойно и доступно и лояльно это все делать. Поверьте, это нечасто встретишь. Когда целый день фигачишь в зале. Куча стрессов, куча всего. Нас самые стрессоустойчивые тренеры. Вот Ибрагим, ребят, тренирует от детей до профессионалов. Приходите. На любом уровне. Вот Инстаграм. Подписывайтесь на Ибрагима и приходите в Калифорнию боксу. Записывайтесь к этому тренеру. Олег, давай еще бонусом. Ребята спрашивали, как после атаки не нарваться на контур-удар? Можешь что-нибудь показать? После атаки не нарваться на контур-удар? Да. После чьей атаки? Своей. Да. Делать защиту. Потому что вот то, что говорил Карен. Мы привыкли. И говорю, у меня же целый выпуск про защиту. Я говорю, что самое главное в боксе, это не научиться бить удары, а главное защищаться, научиться в первую очередь. А потом ты все это компонуешь. Многие вот учат. Все, вот он сделал удар. И все. И стоит, и кайфует от того, что он научился делать удар. Но после удара первое, что ты должен сделать, ты еще даже руку не успеваешь забрать на место, как ты уже делаешь защитное действие. Бам и защита. Бам и защита сразу. Бам защита вот так. Бам защитный удар. То есть ты все время должен думать о защите, опять же, на шаг вперед. Поэтому, когда ты бьешь удар, ты уже должен знать, что сейчас, как только я его нанесу, я сразу хочу сделать защитное действие. То есть это все должно записываться на подкор. Ребят, в целом это все. Я рад был вас ощущать через призму этого экрана. Все наши продукты, вся линейка Калифорнии Боксинг, все, чем мы торгуем на этом рынке, вы можете найти ссылки в описании под этим видео. Мы вам рады, мы вас ждем. И приходите для того, чтобы окунуться во что-то новое. Пока.